Гильермо Амор, седьмой Гарри Линекер, восьмой Себио, девятый Хулио Салина, с десятой Роберто и одиннадцатый Айтор Бегиристайн. Наставник команды в ту пору Йохан Кройф. Самбдориа, номер один в воротах Жан-Лука Пальюка, второй Марена Манини, третий Фауста Сальсана, четвертый Фауста Пари, пятый Марка Лана, шестой Лука Пелегрини, седьмой Виктор Мунис, восьмой Тонини Черезо, Девятый Жан-Лука Виали, десятый Роберто Манчини и одиннадцатый Джузеппе Дассена. С ума сойти, Манчини уже в те времена играл 20 лет назад. Наставник команды тренер Вуэдин Бошков. Ну и судя с сегодняшней встречей, главный арбитр в поле, он из Англии, Джордж Кортни. Сейчас футболисты Барсы. Подавали угловой. Ну и разобрались футболисты Сандори. Вот на ваших экранах Йохан Кройф, наставник каталунцев. Надеюсь, нам скоро покажет его едино Бошкова. Гостовский специалист, работающий в Сандори. Время работы в команде пришли с эти золотые годы Сандори. Гарри Ринакер, навес. Дотягивается за мячем, удар и гол! Браво! Ликующий Хулио Салинос. На четвертой минуте он открывает счет. Удается быстрая атака каталунца. Давайте еще раз посмотрим на вес Гарри Ринакера. Дотянулся до мяча Роберто. Перебросил мяч на Хулио Салинос. И Салинос головой спокойно переправил футбольный снаряд в сетку ворот Жанлуки Пальюки. Мяч шел с отскоком от земли. Как здесь ни старались два футболиста Сандори. Это были Марка Лиана и Тониня Чиреза. До мяча дотянуться им не удалось. Но и не удел остался и галкипер Жанлу Капальюка. В те времена основной галкипер сборной Италии. Смотрите, эти фаера горят. Выбрасывают их болельщики вот сюда. Вновь в атаке Сандори. Хороший пас. Удар по воротам. Роберто Манчи не бил. И навес Амора. Хорошо сейчас. Очень хорошо сейчас Гарри Линакер зря сейчас сбрасывал мяч в груди под удар. На Итору Бегерестайну. Угловой в пользу Сандори. И Жузепе Досена решил разыграть мяч с Фауста Сальсана. Сальсана навес. Удар головой. И это уже Жанлу Кавиали. Я не могу. Мне просто настолько непривычно видеть Жанлу Кавиали вот с этой прической. После своего перехода в Челси он обрил голову нагло. И так, по-моему, этой прически не менял никогда больше. Вот вы, и Динбошков на ваших экранах. Наставник. Самбдории. Но очень неприятно, конечно, было для него и для его команды пропустить мяч уже на четвертой минуте. Но это финал. Финал Еврокубка. Здесь может быть все. Но здесь же помешал арбитр. Атака продолжается. Морено Манини. Запутался в собственных ногах. Великий игрок. Великий тренер. Йохан Крой. Основатель тотального футбола. Великий голландец. Летучий голландец, как его еще называли. Пас назад. Мила. Далее передача на Урбано. Урбано дали удар. Отражу еще удар. И что? Какое-то чудо. Вот какое-то чудо сейчас спасает итальянцев. Просто чудо их сейчас спасло. Ну и, наверное, немного Жангу Капальюка. Смотрим еще раз. Урбано получает мяч. Решается на дальний удар. Пальюка не сумел мяч забрать в руки. Далее набегает Роберто. И вот как вот здесь. Как здесь вот в этой ситуации Гарри Линекер не попал в ворота. Это загадка. Один бил по воротам, другой поймал мяч. Виали. Опаснейший момент! Виали не попадает в ворота! Что там еще положение вне игры было? И Хосе Лисанко начинает атаку в Барсе. Один-ноль по-прежнему. Напоминаю, уважаемые телезрители, что вы смотрите матч финала Кубка обладателей Кубков 10 мая 1989 года. В Берни на стадионе Вангдорф встречались Барселона и Самдория. Один-ноль. К этому моменту Барса выигрывает за счет мяча забитого на четвертой минуте Холио с Алиносом. Подхватывает мяч Тонини Чиреза. Виали. И длиннющая передача на Досену. Досена входит штрафной. Опасно может выйти Зуби за Ретто. Атака продолжается. Еще удар! Теперь уже спасает свои ворота Хосе Лисанко. Устраивается испанцев и итальянцев в стенку. Мы ждем удара. Удар! Еще раз здравствуйте, уважаемые любители футбола, поклонники спорта. Телеканал Футбол продолжает показ вашим вниманием матча финала Кубка Обладателей Кубков, который состоялся 10 мая 1989 года. В Берни на стадионе Вангдорф встречались Барселона и Самдория. Хорошо, смотри, как сейчас действует Алоизио. Прострел, удар, поворот! Там и не попадает в створ ворота Роберто. Разыграли они его с Бономи. Манчини навес в район штрафной. Четко Алоизио головой вбивает мяч вперед. Тут же его подхватывает Линекер. Нет, не с... Нет, все-таки возвращает Линекер мяч своей команде, а вот здесь в этом эпизоде нерасторопно действовал Кулио Саринас. Не сумел укоротить мяч. Поле тут же вводят аут. Итальянцы Паустас Альсана остановился. Пас вперед на ход Бономи. Бономи дальше пошел сам. Сам идет пока. Хорошо действует Бономи. Манчини удар! Зубизаретто мертво, намертво забирает мяч. Пас вперед, Гильермо Амор. И уже набирает скорость Мигель Солер. Хороший проход Солера. Удар дальний! И Роберт это приложился от души. Но каков Мигель Солер? Перебросить. Да, это время готовится замена. У Барсы. Да, Лопес Рикарде появляется вместо Эйдора Бегерестаина. Бегерестаин вообще потерялся в втором тайме. Сейчас наказание и помощь. Но, естественно, испанцы сейчас будет время тянуть при Маломайском. В Маломайском повреждении постараться потянуть время, сбить темп игры. Сложно им сейчас становится. Футболисты Самдори у мяча Роберто Манчини. Он будет бить. Он сейчас с капитанской повязкой. Напомню, что был заменен. Он основной капитан Сандори и Лука Пелегрини. Наверх штрафную Зуби Заретто уверенно выходит, забирает мяч в руки. Ну и ответ Барсы набирает скорость Мигель Солер. Хорошо идет. Великолепная передача. Смотрите, выход 1-1 и 2-0. Это Лопес Рикарде вышедший на замену буквально 5 минут назад на 79-й минуте забивает второй гол. Ну и поздравление сразу на скамейке запасных Барселоны. Смотрите, Лопес Рикарде фактически 1-1. Стремился здесь его перекрыть Виктор Муниес, но нет. Рядом, значит, под ногой Жан-Луки Пальюки отправляет мяч в дальний угол ворот. Лопес Рикарде 2-0. 79-я минута матча. Четко пробил. Быстрая контратака скоростная. Ну и великолепный рейд, конечно, совершил Мигель Солер. Вот эти два футболиста, вышедшие на замену во втором тайме, у Барса сейчас сотворили второй гол. Угадал Йохан Кройф с заменами. Попадача Лаизио. Сильно вперед. И хорошо, хорошо. Сейчас может опять получиться. Два в одного, но зачем же так далеко отпускать мяч? Как сейчас ошибся Хулио Салинас? Нервы, что ли, подводят его уже. Конец матча уже. Пора бы уже давным-давно успокоиться. Да и гол забил. Пас на Виктору Мунису. Нет, на весь штрафной удар. 2-0 Барса выигрывает за пять минут до конца основного времени финального матча финала Кубка Обладателей Кубков, который состоялся, напомню, 10 мая 1989 года. Удар! Банчини не точно. Вот он, вожделенный Кубок Обладателей Кубков. И показывает нам Йохана Кройха. Наверное, уже все равно тоже все понятно было, что два мяча это уже нереально отыграть. Но пока не будем, но заранее поздравлять Барселону. Давайте досмотрим до конца этот матч. Гарри Линакер. Опять ничего у него не получается. Вот хорошо, как Мигель Солер действует. Ну что, Жан-Лука Виали будет бить? Или Бану? Виали на штрафную. Опять великолепен Урбан. Мяч будет в середине поля. Пошло у нас же добавленное время в матче. Еще один навес. Удар. Какой пуля у Бану был сейчас странный. Крыжки из разворота. Но вот есть шанс у Барсы. Далеко. Далеко опять отпустил мяч и нарушение правил. Марко Лана сбивает с ног Кулио Салиноса. Успокаивает сейчас орбитр. Марко Лану. Салинос продолжает кататься по газону. Он отставать наверное. Орбитр не позволил все врачам выйти. И что? Его звучит финальный свисток победа Барселоны. В финале Кубка обладателей Кубков сезона 88-89 со счетом 2-0 над Сандорией. Поздравляем испанских футболистов. Оставайтесь с нами на телеканале Футбол. С вами был Максим Алексеев. Всем удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова